Издательский дом «Советская Сибирь» печатает бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутата законодательного собрания по одномандатному округу номер 8. Как выглядит этот процесс изнутри и сколько необходимых экземпляров, расскажет Ксения Петренко. Печатный станок выдает готовые листы, еще тепленькие. Специалисты смотрят во все глаза, важно ничего не упустить. Как легла краска, совпадают ли строчки и пропечатался ли защитный знак. Бюллетень – это не просто лист бумаги, здесь есть секретный элемент. Нами создана специальная гельяширная сетка, которая используется практически на их несколько видов, но используются они на многих видах бюллетеней. От выборов президента Российской Федерации, до выборов в законодательное собрание и даже в местные ураны власти. То есть эту сетку, не зная алгоритма ее создания, подделать практически невозможно. Бумага обычная, овсетная. В этом году тираж небольшой – 43 800 экземпляров. Именно столько избирателей должны проголосовать. Чтобы напечатать нужное количество бюллетеней, потребовалось 5,5 тысяч листов. Все потому, что на один лист вмещается 8 бюллетеней. Машина напечатает такой объем примерно за час. А дальше готовую продукцию упакуют и отправят на специализированный склад. Все, что с браком, уйдет под нож. Остальные передадут избирательной комиссии. А дальше бюллетени, как ценный груз, в сопровождении с полицией отвезут в Доволенский, Каргатский, Убинский, часть Чулымского и Качковского районы. Выборы состоятся 20, 21 и 22 мая текущего года. Эти выборы проводятся на территории пяти муниципальных районов Новосибирской области. И во время этих выборов будет работать 92 участковые избирательные комиссии. Избиратели должны отдать свои голоса за депутата законодательного собрания по одномандатному округу номер 8. Ксения Петренко, Александр Ведерников, Новости ОТС.